ДТП в основном. Один пришел в гараже, у него сломана лапа была за дни, в нескольких местах открытые переломы. В общем, мужики две недели его прикармливали, кое-как поймали, но уже поздно было, пришлось лапу обучировать, он остался. Одну тоже принесли еще лисенкам, но она не хуже вот этой девчонке абсолютно идентично вела себя, и когда всех выпускали, она просто никуда не ушла. Одна у нас ее тоже люди купили с зверофермой, держали дома, она их периодически избегала, в результате мы ее отлавливали, потому что сигнал из детского сада, в детском саду лиса бегает, остальные там еще в вольеру 5 лис, кто-то после ДТП, кто-то там еще с какими-то травмами, в общем, вот из пяти, я думаю, что три уедут, но двое останется, потому что после трех сломанных лап, там он хромает все равно, как бы мы не оперировали, но тем не менее, все равно там есть дефекты. У вас с вами какие-то ветеринары отдельно сотрудничают, да, или у вас есть? Ветеринар. То есть, если что, оперировать вы можете, да? Да, я это и делаю. Прям вот я говорю, одна девчонка, она прям совсем как-то патологически ручная, и еще пацанами, остальные вроде как стараются, но они достаточно быстро дичают, поэтому посмотрим, загадывать не будем, но имен не даем. Ну, в этом году уже нельзя выпускать, они еще маленькие, их не умеют охотиться. Получается, вы их не будете всегда, да, к себе приучивать, там, брать, на руки? Как-то нет, конечно, они кто приручатся, они сами пойдут. Они любопытные, как все дети, им нужно все изучать, все проверить, все пробовать на зуб. А уже по характеру отличаете, как-то вот эти эмоции можно постоянно? Да нет, скорее по мордам, по лицам. А у вас еще есть лисы? Да, еще двенадцать. Больших? Ну, из них три, я думаю, что выпустятся в этом году, но я надеюсь на это очень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok